Боюсь сломать ноги. Такую холюшую еду. Да, я ем детей. Это смысла нет говорить. Удачи мне в этом нелегком труде. В подобных заведениях не наливают и не показывают всякий срам. Взгоня немцы. Вот нахожусь я сейчас в тростне. Боюсь сломать ноги. Иду вообще просто в непонятной темноте. По какой-то причине, говорят, тут уже ни одну неделю не горит ни один фонарь. Ну ладно, едем дальше. Завтра выборы. И, о боги, наконец-то здесь на некоторых улицах положили асфальт. Где все время была насыпана щебенка и кормили завтраками. Потом даже забыли про этот асфальт. Типа поездите и так, на машинах походите, так, пешком. Буквально, получается, завтра 18-е, а 16-го числа положили асфальт. И накануне еще, говорят, сказали, за кого голосовать. Вот так вот делаются предвыборные кампании. Россия. Я хороший, правда. Я хороший, я хороший, я хороший. Я чуть-чуть боюсь, но я поглашу. Правда, хороший. Ну, может, хоть этот привыкнет, запомнит меня и не будет лаять. Да, если ты с ним будешь играть, будешь с ним? Будем играть. Она такой молодец. Я такой художий иду. Я такой художий. Я сейчас начну плакать. Сейчас посажут, начнут плакать сейчас. Сейчас я подержу. Половина седьмого утра. Я иду работать в территориальной избирательной комиссии. Уже не первый год. Я этим занимаюсь. Да, я ем детей. И я работаю на выборах. На самом деле, это просто работа. И я бы не сказала, что я прям очень политически, осознанно отношусь к своему выбору. Я, конечно, хожу на выборы и пытаюсь там кого-то выбирать. Но, честно, вот пока асфальт кладется для того, чтобы заработать лишние голоса и в качестве предвыборной кампании, мне очень сложно доверять всем тем, кто рвется по власти. Вот, честно, я всегда думаю о том, что эти люди хотят решить свои проблемы, сидя на таких высоких постах, а не решать проблемы народа. А проблем, поверьте мне, в России очень много. 26 часов на выборах, и это еще не конец. Без сна. После всего этого выборного кошмара ночного я отошла, наверное, суток только через двое, потому что 28 часов я работала. Просто вот, без остановки. Если днем в тике ты периодически только занят, то, начиная уже в этот раз с 12 часов ночи и до 8 часов утра, ты просто не можешь, если честно, сходить даже в туалет. И в этом году я сидела на системе газвыборы. На протяжении 8 часов непрерывно я зачитывала протоколы, цифры, для того, чтобы эти цифры и данные вносились в газвыборы. Боже мой, как это было ужасно. Это очень тяжелая работа. Хотя кажется, ну что тут, зачитай цифры и все, и от тебя отстали, и денег еще дали за это. На самом деле, с 3 до 6 ночи просто начинается какой-то кромешный ад. Мозг отказывается сосредотачиваться на всем вот этом вот. Он хочет спать. Что он еще может хотеть в это время? У меня было такое ощущение в какой-то определенный момент, что у меня глаза проворачиваются просто. Ну, настолько физически это тяжело. Ну, так как мы торопились, нас торопили, нас, кстати говоря, постоянно торопили из каких-то вышестоящих инстанций и требовали уже результаты выборов. На протяжении дня логично, если звонят из Орла, из избирательной комиссии Орловской области и уточняют, какая явка на выборах по определенным там часовым периодам. Зачем звонят пожарные? Полиция зачем звонит? Зачем им нужна эта явка? Объединили просто сразу все. Могли бы уже до кучи президента России выбрать. Зачем? Зачем откладывать это на потом? Давайте все сразу. Давайте 10 бюллетеней одному человеку в руки, чтобы потом вообще не спать не то что сутки, не спать целую неделю. Это же так легко. Ё-моё. Посчитать это все и оформить, блин, в отчет. В общем, выборы прошли. И слава богу. Полуночница Коробкова опять не спит. Ну, наконец-то не работать и отдыхать. Пришли в кимаху смотреть. Как вы делаете? У вас 21.07. Нет, что-то там про семерку. Выдур скажу. У нас есть один знакомый, который спит при любой удавшейся возможности. Вот. Захотелось ему поспать, и он спит. Ну, вот. Мне кажется, это заразно, потому что теперь я впервые поспала еще и в кинотеатре. И не потому, что фильм неинтересный, а просто потому, что я устала. После выборов лучше. Очень сложно уже теперь не спать. Что я могу сказать про фильм «Великолепная семерка»? Он исключительно для мальчиков. Там во всех стреляют, убивают. И все ради великой цели. В общем, мальчики в голову в кино. А мы, девочки, пошли спать. В этом году нам, наверное, повезло, потому что наш дом попал под программу капитального ремонта. Повезло, конечно, тут натое сказано. С одной стороны, очень хорошо, потому что отремонтировали фасад, и все-таки дом превратился уже в какой-то, честно говоря, кошмар. А с другой стороны, очень плохо. Вот я сейчас сижу на своем подоконнике, и мне предстоит мыть окно, которое, честно говоря, оно засрано. На него летело все, что только можно было лететь во время ремонта. В слое цемента, мелкие капли отлетевшей краски. В общем, удачи мне в этом нелегком труде. Я сегодня снова в музей, на этот раз в мастерской художника Курнакова пришла на встречу с другим художником. Юлия Михайловна Тютюнова родилась в Орле, окончила Орловский государственный педагогический университет, окончила очную аспирантуру, защитила диссертацию, получила звание ученая, кандидата педагогических наук. И в ее жизни, в ее работе творчество и педагогика сочетаются очень тесно. Субтитры создавал DimaTorzok «Неужели это я?» Да вы, вы, вы. Снова вы. Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли со мной разделить это. Причем, надо сказать, что как вы тяжело добирались сегодня, как мы тяжело сюда сегодня добирались. Очень рада вас видеть всех. Субтитры создавал DimaTorzok Вот первое общение с Буниным и с иллюстрацией в профессиональном плане, когда они оценили, проходило под ее руководством. Я тогда делала Бунина вороном. И у меня его растащили. А Татьяна Юд не помнит это. Ну хорошо, я помню. Хорошо, я при памяти прибылаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С большим удовольствием. Почерпнула очень много информации. И еще подумала о том, что все-таки я рукожоп. И пора уже... Чем хоть я занимаюсь? И на что я трачу время? Пора уже снова возвращаться к рисованию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok